Евгений Рылов считает, что человек – хозяин своей судьбы. Главное, несмотря ни на что, идти к своей цели. А научиться плавать было его большим желанием. Мне было 6 лет, и я хотел для начала научиться плавать. Поэтому очень просил сильно маму. И она привела меня в бассейн в городе Новотроицке. Я там пошел в группу обучающую, поплавал. Где-то через 5 дней научился плавать уже. Было довольно приятно, ощущение приятное, когда первый раз зашел. Тренер Андрей Шишин почти сразу разглядел талант Евгения. Он выделялся среди других ребят. Был очень активным, любил воду и с удовольствием занимался. Из всех маленьких детей, да, он больше всех с большим желанием летел на тренеров. А талант раскрылся чуть позже. Ну, вот я где-то совсем уже, когда я понял, что парень звездный, где-то, наверное, с 6 класса. Евгений Рылов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани. В заплыве на 200 метров на спине. И установил рекорд России на этой дистанции. Я не особо волнуюсь, я просто получаю от этого удовольствия, кайф. Я понимаю, что я на тренировках отпахал, наработал. И сейчас это возьму и покажу всему миру. 200 метров время хорошее. Мы на него как бы работали на 1,54. Мы планируем поставить рекорд страны и в призах где-то быть в мире. Но у нас не все сложилось в сотне. Вот, может быть, поэтому не совсем он в хорошем настроении выходил на 200. Как бы, ну и поэтому, может быть, у него какое-то недовольство осталось от двухсотки. Результат, конечно, шеломляющий. И ведь никто не верил. Мы работали по индивидуальной программе. Вопреки Федерации плавания России, мы по индивидуальной программе. Нам когда-то посоветовал олимпийский, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов. И мы все делали так, как нам посоветовали. Сами работали, своим тренером и со своим же парнем. И мы доказали, что индивидуальная программа имеет место жить в стране. Жизнь Евгения очень насыщенная. Тренировки 10 раз в неделю по 2 часа. А помимо этого он еще и студент Московской государственной академии физической культуры. Свободное время посвящает общению с друзьями и родными. Люблю играть в настольный теннис. Такое занятие такое. Как бы особо бегать не надо, но хорошо развивает координацию. На чемпионат мира в Казани Женю приехала поддержать целая команда из Ленинского района. 40 человек едут в Казань за свои деньги. Мы только 15 человек ребятам оплатили с ней бюджета. За свои деньги, чтобы болеть за своего парня из коллектива. Это многого стоит. Друг друга заменяют. Все делают для того, чтобы вот этот дух Женя чувствует. Он и сам сказал, дух, который присутствовал в Казани, это крики, рыло, видное, вперед, Женя, это молодцы, коллектив, молодец. Сейчас на базе оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» формируется бригада всех лучших пловцов под руководством Андрея Шишина. Появится спарринг-партнеры и конкуренция, что позволит Жене добиться хороших результатов. В дальнейшем планируется несколько международных стартов. И самая главная цель – летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро.